Дарья Пашмынцева Крышу, окна идет замена, дверей, вытяжка потолков и стен Поле очень хорошее, на нем есть газон, на нем очень хорошо в футбол играть Мы снабжаем наш город Петропавловск овощной продукцией Это окраина города, всем потом возмущались, что на окраине города присваиваются имена людей Вирус натуральной оспы и вирус обезьяния оспы это близкородственные вирусы Цельный череп, полностью сохранилось положение лошади, как она лежала на тот период Велоспорт, это вольная борьба, это лекаримская борьба, ну и конечно же легкая атлетика Вот эти виды спорта наши профилирующие Мишлин Магомаев был баритоном, у него был роскошный голос, он был очень обаятельным человеком 12 тонн накачали, реализовали в супермаркетах города, в профессиональных магазинах В случае обнаружения нарушений по количественному содержанию нитратов продукции, вся партия полностью уничтожается Полторы тысячи абитуриентов стали студентами Кузыбаев-юниверситет в прошлом году Это на тысячи человек меньше, чем в 2020-м Местный альмаматер это объясняет тем, что требований при поступлении стало больше А проходной балл для педагогических специальностей повысился Об этом говорили на заседании Общественного совета области Одной из повесток которого стало трудоустройство молодых североказахстанцев Напомню, на расширенном заседании правительства Касым Жамартукаев указал на высокий уровень молодежной безработицы в ряде регионов страны В антирейтинг в числе прочих попалась Североказахстанская область Правительство и Акимы регионов, по мнению президента, должны уделить вопросу молодежной безработицы особое внимание По окончании года будут подведены соответствующие итоги Моя коллега Агирим Хамзина продолжит тему Но кем они трудоустраиваются после выпуска? Остаются ли в Северном Казахстане? Эти вопросы поднял гендиректор ТО «Радуга» У Дмитрия Шарапаева на предприятии большинство работников – люди старше 40 лет Зачастую без высшего образования Для новых современных производств нужны молодые грамотные специалисты Таких немного Большинство знают только теорию, а с производственной практикой не справляются Вкусник баклаврията, допустим, получив инженерный диплом Обладающий теоретическими знаниями И, как правило, имеющий, как и обратить внимание, опыт работы официанта, продавца, бармена Но ни в коем случае как по своей специальности То есть существующий механизм производственных практик По примеру нашего предприятия он не выгоден студенту и неудобен предприятию Дмитрий Шарапаев считает, что выпускать студентов нужно, учитывая требования местного рынка Дипломированный специалист должен быть востребован на предприятии Знать хотя бы основы профессии, не только в теории Члены совета приняли решение обсудить вопрос производственной практики Говорили на заседании и о доступности общественного транспорта для лиц с ограниченными возможностями Из 386 городских постановок 60% потребованы для автомобильных населения Заедными карманами и подстановочными площадками Авторозал города Петропавловск полностью соответствует требованиям доступности Судов для лиц с ограниченными возможностями Из 16 имеющихся автостанций лишь 7 имеют пандусы для тех, кто передвигается на кресло-колясках А железнодорожный вокзал после реконструкции полностью соответствует требованиям для лиц с ограниченными возможностями Токушинская школа-гимназия готовится к началу учебного года Весной она оказалась в центре внимания Напомню, 4 апреля на территории объекта образования произошло ЧП Обрушилась часть крыши актового зала К счастью, учащиеся, как и сотрудники школы, не пострадали По предварительным данным Управления образования Сверхказахстанской области Крыша школы обрушилась из-за протечки кровли Пристройку и актовый зал учебного заведения снесут Сейчас в школе-гимназии, построенной больше полувека назад, проводят ремонтные работы Жанель Бесенбаева продолжит тему Вот тот самый актовый зал Токушинской школы-гимназии Крыша которой обрушилась весной этого года Во время ЧП дети были в здании, но, к счастью, никто не пострадал Для расследования ситуации и принятия мер незамедлительно Создали специальную комиссию, вскоре она приняла решение пристройку снести Ее не будет здесь уже на следующей неделе Двери перекроют и от актового зала не останется и следа О строительстве нового помещения пока речи нет Работа на участке кипит, ведь новый учебный год не за горами Кстати, за снос пристройки подрядчики деньги брать не будут Спонсорская помощь от предприятия Ценник такой работы не меньше 16 миллионов тенге То корпорация Алемку РЛС занимается здесь и капитальным ремонтом Полностью заменяет сгнившие полы, двери и крышу здания Работу выполнили уже на 70% На данном участке у нас сейчас 25 человек Так, у нас сейчас по школе 1500, ну 1704 квадрата замены полов Половину заменили, остался второй этаж Их кровли, кровли тоже приступили Планируем до 25 августа полностью выйти, ну сдать школу Зданию школы-гимназии 57 лет с тех пор здесь ни разу не было капитального ремонта Его планировали еще в прошлом году, но позднее планы изменились И реконструкцию отложили на 2020-й Выделили из областного бюджета свыше 144 миллионов тенге В сумму входит и ремонт здания интерната Здесь тоже проделали большую работу В здании интерната, где занимаются у нас дети интерната и мини-центр У нас заменили крышу, окна идет замена, дверей, вытяжка, потолков и стен На здании интерната у нас до этого, так же как в актовом зале была мягкая кровля Подрядчик спроектировал, пошел нам навстречу, чтобы сделать шатровую крышу Потому что в нашем регионе шатровая крыша более практична В интернате будут жить 28 детей, столько же ребятишек пойдут в этом году в мини-центр Принимают здесь заявления от родителей первоклашек Для 32 детей 1 сентября станет точка отчета школьных лет Ремонт здесь подрядчики обещают завершить до начала учебного года Кроме того, организация дает гарантию на 3 года В прошлом выпуске итоговой программы МТРК мы уже рассказывали вам про район области Где экологи нашли больше всего несанкционированных свалок Это Мамлюцкий, Таиншинский, Айртауский и Козылжарский районы Глава сельского округа Бытире, кстати, заплатит за нелегальный мусорный полигон Который разрастался несколько лет 2,5 миллиона тенге штрафа Во время этой семидневки мобильная рабочая группа областного департамента экологии Снова выезжала в Козылжарский район, но теперь в Осановский сельский округ В результате экологи установили 4 стихийные свалки Все собранные материалы специалисты направили в областной департамент полиции В местное КИМА для принятия соответствующих мер Напомню, с начала этого года экологи северного региона выявили 54 нелегальных полигона Успехов в деле решения мусорной проблемы в Козылжарском районе Они пока не демонстрируют, но инфраструктуру для полезного детского досуга строят Разнообразным его в селах не назовешь Площадок, как в городских дворах, там очень мало В нескольких населенных пунктах Козылжарского района ситуацию исправят Вместе с площадками установят мини-футбольные поля Какие именно и что об этом думают юные сельчане И их родители узнаете из следующего материала На летних каникулах большинство мальчишек и девчонок практически все свое свободное время проводят на улице Играют в игры, знакомятся и общаются Маленькие жители села Белого о такой площадке мечтали давно В местной школе учатся 107 детей Многие из них 3 летних месяца проводят в родном селе и практически никуда не выезжают Поэтому ребята хотят проводить досуг активно На нашем Белом, в принципе, это первая детская площадка Первое такое грандиозное строительство И наши дети просто счастливы Поле очень хорошее На нем есть газон На нем очень хорошо в футбол играть Раньше мы играли на песке и на земле И ворота были Сетка была дрявая Площадка отличная Особенно мне нравится вот это вот там, где кружится есть Площадку в селе Белом Козелжарского района Которая стоит около 15 миллионов тенге Установила ТО «Стронг-сервис» Сейчас подрядчик доделывает аналогичный объект Для досуга маленьких сельчан в Бойте-реке Приступили где-то в июле месяц Ждали материал с России Пока сетки пришли Вот сейчас в данный момент идет у нас Стройка спортивной площадки Футбольной площадки Вот на днях закончим до 1 августа Такая же площадка до конца лета появится в селе Прибрежном Козелжарского района В Козелжарском районе созданы условия для развития спорта За последние годы в сфере спорта введены в эксплуатацию 8 спортивных комплексов В селах Якорь, Тепличная, Бесколь, Большая малышка, Вагулина, Рассвет Также у нас открыты 6 физкультурно-оздоровительных центров при районных домах культуры Такие места посещают как дети, так и взрослые Посевная площадка сельскохозяйственных культур по итогам посевной кампании составила 4,9 миллиона гектаров Среди районов выделяются Улихановский и Акжарский Зерновыми культурами в регионе земледельцы засеяли 3,5 миллиона гектаров Масличными около миллиона, кормовыми больше 350 тысяч гектаров А картофелем 31,5 тысяч овощей занимает площадь 5,8 тысяч гектаров Их выращиванием не первый год занимается ТО Елем Козелжар Товарищество находится в Козелжарском районе В этом году там приступили к строительству нового овощехранилища для картофеля Каким оборудованием его оснастили узнаете из следующего материала Это овощехранилище в селе Архангельское Козелжарского района Оно принадлежит ТО Елем Козелжар Сейчас помещение для картофеля и моркови вместимостью 3000 тонн пустует Так как вся продукция продана С 15 августа до конца сентября его заполнят на 100% Мы снабжаем наш город Петропавловск овощной продукцией 10,5 месяцев мы снабжаем это картофель, морковь и свекла Сейчас у нас есть спрос с других регионов Казахстана Это Акмолинская, Кустанайская, Актюбинская область Активно идет спрос на нашу продукцию Поэтому мы расширяемся, увеличиваем посевные площади и соответственно хранение 26 апреля в товариществе приступили к строительству еще одного современного хранилища Его вместимость как у предыдущего Но находиться здесь 20 августа будет только картофель Овощехранилище в ТО Елем Козелжар оснастили голландским оборудованием Управляется им может один человек через специальный шкаф и мультисервер Продовольственный картофель хранится при температуре 3-4 градуса Все показатели, в том числе вентиляции, необходимый уровень влажности поддерживаются ежесуточно Перед тем, как картофель размещают в хранилище, он попадает в приемный бункер Оборудование новое, компания купила его в Нидерландах Вот этот красивый молодой картофель уже прошел через приемный бункер С его помощью отсеивается земля и мусор, а также отсортировывается семенной картофель ТО Елем Козелжар отвело под него 220 гектаров своей земли Еще на 25 растет морковь и свекла Производитель работает только с импортными сортами голландской и немецкой селекции Выращиванием овощных культур в районе занимается 41 сельхозформирование В текущем году пассивные площади овощных культур составили порядка 1500 гектар Для хранения овощных культур в районе имеется 20 овощехранилищ с единовременным хранением Порядка 25 тысяч тонн в год В прошлом году в районе было построено два современных овощных хранилища Объемом 7500 тонн И в текущем году ведется строительство еще одного овощных хранилища на 3000 тонн овощей На территории Козелжарского района функционирует 7 современных овощных хранилищ Шанурак, Шабетта, Каин, Достык Так будут называться теперь улицы в микрорайоне Солнечный 2 Итоговое голосование по этому вопросу состоялось на этой неделе на публичных слушаниях Напомню, улицы в этом микрорайоне долго были безымянными Из-за этого люди, которые там живут, каждый раз сталкивались с проблемами при вызове экстренных служб и таксистов 8 июля 2022 года ходатайства были рассмотрены рабочей группой По результатам заседания было рекомендовано присвоить следующие наименования улицам в микрорайоне Солнечный 2 Материалы по присвоению наименования улицам были направлены в городской маслехат для рассмотрения Уважаемые депутаты, просим вас рассмотреть данные ходатайства Предложенные на слушаниях названия улиц депутаты единогласно поддержали Пришли на них и неравнодушные жители микрорайона Солнечный 2 Они высказали свое мнение по поводу новых названий Именно одну улицу не назвать именем писателей Булгаков, допустим, у нас сколько узбекских писателей, сколько русских, азербайзанских Вы, наверное, отметите, что нет ни одного названия человека То есть мы имена не присваивали Во-первых, это окраина города Всем потом возмущались, что на окраине города присваивали имена людей То есть были бы недовольны, чтобы такие противоречивые ситуации не вызывать Было принято решение дать нейтральные названия По итогам публичных слушаний названия получили 16 улиц микрорайона Солнечный 2 Как уже было озвучено, высший выбор пал на нейтральные варианты Шанерак, Антимакс, Эхат, БНД, Думан, Улытау и так далее С выше 18 тысяч заболевших в 78 странах мира Коронавирус не уходит из мировой казахстанской повестки Но внимание ученых сейчас чуть более пристально приковано к оспе-обезьян Речь идет о редком вирусном заразном заболевании Которое передается человеку от животных воздушно-капельным или контактным путем На этой неделе на брифинге в столице отечественные эксперты рассказали Стоит ли казахстанцам бояться редкого заболевания Которое из Центральной и Западной Африки добралось до Европы Говорили на брифинге о ситуации с коронавирусной инфекцией Анастасия Кузнецова расскажет Готова ли отечественная система здравоохранения к новым ковидным сюрпризам Варианты микрона по тип B5 Этот новый штамп коронавируса обнаружили в Казахстане в июне этого года Его особенность – легкое течение Сейчас в стране наблюдается рост заболевших Заражены 2500 человек Из них госпитализированы всего 10% За первое полугодие мобильные бригады выезжали 815 тысяч раз Из них 50 тысяч к пациентам с подозрением на коронавирус Это в 3,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года На баллторном уровне получают лечение свыше 93% пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция Из 20 тысяч пациентов, которые лечатся Для своевременной оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией На уровне первичной медико-санитарной помощи организовано 2380 мобильных бригад по наблюдению за больными с КВИ Из них более тысячи на селе При этом в резерве имеется более 1600 мобильных бригад Вице-министр здравоохранения говорит, что инфекционных коек хватает По состоянию на 27 июля стационарную помощь по КВИ в республике оказывают 180 медицинских организаций С мощностью 4505 коек Занятость коек составляет 30% Госпитализировано на сегодняшний день с коронавирусной инфекцией 1342 пациента Вместе с тем в резерве имеется более 20 тысяч инфекционных коек В 138 медицинских организациях В реанимации сейчас находится 3% пациентов В прошлом году было 7% Из 580 коек заняты 44% На стационарном лечении дети до 18 лет это 36% Взрослые 64% Хватит ли всем вакцин? На этот вопрос ответила главный санитарный врач страны На сегодня около полутора миллионов доз вакцины есть Это где-то 180 тысяч Казвака Чуть больше миллиона двухсот Синофарма И около 55 тысяч вакцины Пфайзер Что касается дополнительного закупа вакцины То сегодня мы сделали заявку на закуп вакцины Пфайзер Это 300 тысяч доз вакцины Дополнительно 500 тысяч доз вакцины Казвака Мы также заявили И еще об одной глобальной ЧАЭС в области здравоохранения С начала мая в полутора десятках стран мира Были зафиксированы случаи редкого инфекционного заболевания Обезьяньей оспы Сейчас она покоряет Европу Каков риск в Казахстане? К странам высокого риска относятся европейские страны Все остальные страны относятся к возможности распространения обезьяньей оспы Как умеренный или низкий риск Мы, Казахстан, относятся к стране С более низким риском распространения обезьяньей оспы Что касается вакцинации То если вы помните То все мы до 1980 года получали вакцину Которая против натуральной оспы При этом вирус натуральной оспы и вирус обезьяньей оспы Это близкородственные вирусы И по данным ученым Все те, кто получил вакцину против натуральной оспы Они считаются защищены от обезьяньей оспы А пока ВОЗ говорит, что всему населению Вакцинироваться от обезьяньей оспы не нужно Потому что передача инфекции идет при физическом контакте С зараженными дикими животными или через укусы Более месяца назад Казахстан получил тест системы из Роспотребнадзора Диагностику оспы будут проводить при характерной клинической картине МТРК оценит активность зрителей Которые выбирают наш канал и смотрят итоговую программу Хочу напомнить, что прошлые ее выпуски Вы всегда можете посмотреть на нашем сайте или на ютубе Там достаточно вбить в поисковик МТРК Перейти на канал и выбрать плейлист Главная тема с Дарьей Пышменцевой Спасибо, что остаетесь с нами С 28 июня по 26 июля проходили раскопки кургана Березовский Там найдены останки двух лошадей Находку эксперты отнесли к раннему железному веку Такие могильные ямы всегда преподносят сюрпризы, говорят специалисты Они уверены, что в кургане чуть глубже есть и человеческие останки Но раскопки будут проводить уже в следующем году Одна лошадь целиком представляет собой То есть полный цельный череп Полностью сохранилось положение лошади, как она лежала на тот период Вторая лошадь фрагментарная Помимо этого на раскопе очень часто встречалась так называемая обожженная глина То есть наблюдался прокал, так называемый прокал То есть место, где в то время разжигался костер И костер, видимо, был очень большой, потому что температура очень высокая Ибо глина практически спеклась до состояния кирпича современного О том, что это действительно был костер, свидетельствуют остатки дерева обожженного Археологические работы были свернуты В связи с тем, что во время исследования выяснилось Что могильная яма, вопреки нашим ожиданиям, оказалась очень большой И это потребовало дополнительного финансирования И также дополнительных человеческих ресурсов На кургане постоянно работало от трех до четырех человек То есть этого очень мало для такого большого кургана И поэтому буквально вчера мы приняли решение его законсервировать до следующего года Высота кургана 2 метра, диаметр около 40 Такой же нестандартный размер у найденной могильной ямы Кому она принадлежала, какой статус у захороненного Каков он пола, специалистам еще предстоит узнать Найденные останки лошадей обрабатывают, исследуют А затем передадут в областной краеведческий музей Спортивная новость, которая в конце рабочей недели Очень порадовала североказахстанцев 28 июля В рамках ответного матча второго раунда Квалификации Лиги конференции Петропавловский футбольный клуб «Кызлжар» Сразился с хорватской командой «Осиек» и выиграл Наши спортсмены дважды отправили мяч в ворота противников Глава региона Кубарак Соколов поздравил футболистов клуба «Кызлжар» На своей инстаграм-странице «Кызлжар» сотворил сенсацию в Лиге конференции УЕФА Наши ребята по сумме двух матчей победили сильный хорватский клуб «Осиек» И вышли в третий раунд Успешный дебют североказахстанского клуба подарил болельщикам море положительных эмоций Впереди еще две игры с АПОЭЛ Желаю победы нашим футболистам С 22 по 31 июля в США проходил 25-й юбилейный всемирный чемпионат исполнительских видов искусства В нем принимал участие Петропавловский театр «Танцов Сенситив» На зарубежный фестиваль приехали 3000 участников из 72 стран мира В честь Казахстана защищали не только артисты из северного региона Но и известный казахстанский силач и рекордсмен Сергей Цирюльников Что касается театра «Танцов Сенситив» То его участники планировали поездку на чемпионат в США несколько лет Сила их желания, таланты рвения к победе помогло театру пробиться в финал всемирного состязания Где они сразились с творческими коллективами из США, Канады, Ирландии, Франции, Австралии, Германии и не только До Олимпиады в Париже осталось два года Сейчас казахстанские спортсмены, так же как и их тренеры, ведут активную подготовку В столице не так давно состоялось заседание с участием министра культуры и спорта Даурена Абаева На совещании обсуждали подготовку к глобальным соревнованиям Говорили о том, какие условия будут созданы для спортсменов и тренеров Абаев сказал, что за профессиональную подготовку спортсменов лично несут ответственность руководители федерации, тренеры, специалисты соответствующей отрасли и он сам Напомню, в 2021 году на Олимпиаду в Токио поехали сверхказахстанские спортсмены Ирина Эктова и Алексей Луценко Привезти на родину награды они, к сожалению, не смогли Кстати, на пресс-конференции в августе 2021 Ирина объявила о том, что на следующие Олимпийские игры не поедет На кого из чемпионов в региональном спортивном сообществе делают ставки в этот раз, вы узнаете прямо сейчас В системе подготовки спортсменов есть и проблемные вопросы, которые требуют большой работы В этом году по всей стране планируют построить 10 физкультурно-оздоровительных комплексов Четыре из них в Североказахстанской области Это в районе имени Габита Мусрепова, в Есильском районе, в Жамбульском и Эртауском Также хочется отметить, что в Таньшинском районе планируем в этом году также открыть хоккейный корт И в Ертауском районе также крытые хоккейные корты Для наших спортсменов на базе школы-интерната-колледжа строится общежитие на 244 места Хорошая новость есть для спортивных судей До 2024 года зарплата специалистов будет поэтапно увеличена А с 1 июля этого года больше стали размеры пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам Подготовившим чемпионов и призеров олимпийских, паралимпийских, сурдолимпийских игр И чемпионов мира по олимпийским видам спорта С 24 до 100 МРП В среднем с 73 тысяч до 318 тысяч тенге Кто из сверхказахстанских спортсменов поедет на олимпийские игры пока неизвестно Но есть предположения по какому виду спорта может быть выдана лицензия Велоспорт это вольная борьба, это гликоримская борьба Ну и конечно же легкая атлетика Вот эти виды спорта наши профилирующие Где у нас есть большие надежды на наших спортсменов А прямо сейчас сверхказахстанский легкоатлет Михаил Литвин демонстрирует результаты труда на чемпионате мира в Америке По поводу подготовки к олимпийским играм, которые состоятся в Париже В Франции в 24-м году я могу сказать на примере своего ученика Михаила Литвинак Который сейчас находится на чемпионате мира в Америке, в Юджине Там он бежал в полуфинале 400, занял общее 16-е место Но я считаю, что это очень неплохое достижение Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже с 26 июля по 11 августа В Северном Казахстане подвели итоги летнего спортивного праздника Акбидай-2022 Спартакиада стартовала 20 июля в Акжарском районе Пять дней свыше тысячи спортсменов в всех районах области соревновали в 14 видах спорта В программе спортивного праздника были футбол, волейбол, баскетбол, легкая и тяжелая атлетики Польная борьба, бокс, стрельба и настольный теннис Во всем этом быстрее и сильнее оказались спортсмены из Казалжарского района Они заняли первое почетное место Серебряные медали вручили Акжарцам, бронзу увезли в Темирязевский район На прошлой неделе Петропавлов встречал известного в Казахстане путешественника 72-летнего жителя Олытау Сарсенбая Катырашева Напомню, он планирует обойти пешком весь Казахстан И рассказать всем, кого встретит, о месте, где мужчина родился Также Сарсенбай Катырашев хочет, чтобы в Казахстане утвердили праздник, посвященный Кумысу А еще путешественник собирает данные о казахстанских ремесленниках У гостя, который приехал в областной центр на велосипеде, цель другая Узбекский артист Хурсант Шеров всем сердцем любит творчество Муслима Магомаева Каждый год в кону дня рождения известного исполнителя Хурсант Шеров Отправляется в велопутешествие по разным маршрутам В Казахстан узбекский артист приезжает не в первый раз О его поездке в Петропавловск и стране, до которой путешественник хочет добраться Наш следующий материал Узбекский оперный исполнитель Хурсант Шеров уже много лет совершает велопутешествие В память о великом азербайджанском исполнителе Муслиме Магомаеве Хурсант Шеров рассказал, что мечтал познакомиться с ним лично Но, к сожалению, артист не успел это сделать К творчеству азербайджанского певца путешественник относится с большим трепетом Муслим Магомаев был баритоном У него был роскошный голос Он был очень обаятельным человеком Я, проезжая по шелковому пути, сперва встречал Шемкент Тарас, Мерке, Бишкек, по всю Исеколь я рассказывал о Муслиме О своем кумире узбекский певец рассказывает везде, где бывает в велопутешествиях Таким видом туризма он увлекся, когда начал заботиться о здоровье Хурсант Шеров решил совместить приятное с полезным Основная цель каждой его поездки, чтобы о творчестве Муслима Магомаева узнали как можно больше людей Петропавловские путешественники гостеприимно встретили представители разных этнокультурных объединений Спасибо большое за теплую встречу, спасибо за внимание, мою мотивацию Во-первых, хочу выразить благодарность городу Петропавловску, Акимяту Во-вторых, я хочу выразить благодарность Национальному культурному центру, который начали меня поддерживать с города Астаны Хурсант Шеров держит путь в Россию Он планирует добраться туда в юбилей своего любимого исполнителя 17 августа 2022 года Муслиму Магомаеву могло исполнить за 80 лет На его родине Хурсант Шеров тоже был Лето – горячая пора для пчеловодов Именно на это время года приходится самая ответственная работа – сбор урожая Какого качества будет собранный мед, во многом зависит от внимательности и ответственности пасечников В Ассоциации пчеловодов Североказахстанской области трудится более 250 человек Весь сезон пасека Кызылжар вместе с полосатыми труженицами кочует по полям области На этой неделе команда из пяти человек собирала мед на гречишном поле в Мамлюнском районе Анастасия Кузнецова продолжит тему Давайте вместе посмотрим ее материал На пасеке Кызылжар в этом году более 300 пчелосемей Проживают они вот в таких ульях В одной семье 70 тысяч пчел За один сезон одна семья дает от 50 до 100 килограммов меда Сергей Ведерников уже как пять лет стажируется на пасеке Кызылжар А в прошлом году он окончил колледж профессиональной подготовки Чтобы официально войти в ряды пчеловодов Говорит, пчелы учат порядку и спокойствию К тому же работа на пасеке – это хороший отдых и неплохой заработок С неподдельным интересом показывает процесс самого главного этапа – сбора меда Для того, чтобы откачать мед, мы изначально открываем крышку Убираем, немножко даем дыма для того, чтобы условно успокоить пчелу И после того, как пчела немножко успокоилась, достаем рамки, вынимаем зюля Вот это печатный мед, здесь еще не запечатанный Но так как он уже зрелый, капель нету, мы его отбираем А после того, как рамконос наполнили, его относят на откачку Подготавливают соты, далее опускают в специальную медогонку Сначала мед стекает по стенкам аппарата, а потом уже и в емкость В этом году условия более благоприятные, говорит директор пасеки Кызылшар Олег Гаврилов Так что полезным для здоровья продуктом североказахстанцы насладятся вдоволь Реализация меда идет полным ходом А качество продукта североказахстанских пчелок и пасечников называют высшим по всей республике Мы в том году где-то накачали наше ТО, 12 тонн накачали Реализовали в супермаркетах города, в профессиональных магазинах В этом году планируем увеличить объемы Сейчас вот увеличили пасеку, больше стали Сейчас вышли на стандарт То есть пришли к такому промышленному пчеловодству Который хорошо себя показывает в объемах и развитии Сегодня североказахстанские полосатые трушницы опыляют такие сельскохозяйственные культуры Как экспорцет, донни, гречиха, подсолнечник Это дает не только вкусный и полезный мед, но и приносит пользу культурам Например, урожайность опыленной гречихи повышается сразу на 40% На этом гречишном поле пасечники пробудут до конца цветения А после отправятся на поля созревшего подсолнуха Персики, сливы, арбузы, дыни и не только Лето – это пара фруктов, которые хочется съесть в таком количестве, чтобы запасов витамина хватило до следующего года Нужно сказать о том, что иногда вместо пользы фрукты представляют опасность Причем визуально распознать, в каком арбузе больше нитратов, а в каком меньше достаточно сложно Убедиться в этом наверняка могут фитосанитары Они проверяют продукцию, которая заводится на городские рынки Что они в ней находят, узнавала моя коллега Жанель Бесенбаева Дыни, арбузы, персики, абрикосы и сливы От такого большого разнообразия спелых и аппетитных на вид фруктов разбегаются глаза Особенно летом, как никогда остро, возникает желание попаловать себя витаминами Но наряду с этим возникают и опасения Не напечканы ли фрукты и овощи нитратами? Стоит ли беспокоиться об этом североказахстанца? Яблоко сладкое, спрос на него есть, потому что, во-первых, это яблоко наше Овощи и фрукты местного производства также проходят обязательный контроль на качество Тамара Айполитова работает с разными поставщиками Яблоки и груши других сортов, например, попадают сюда прямиком из садов солнечного Туркестана А вот эти полосатые ложные ягоды привезли из Жамбылской области Ни одна партия не проходит мимо фитосанитаров Встречают фуру со съедобным грузом они вместе с продавцами К таким процедурам бизнесвумен привыкла относиться к ним с полным пониманием Лук приходит с чимкента, картошка, карабулак Все происходит по одной же схеме Сначала токсикология, потом начинается продажа Это недолго, они делают все очень быстро, поэтому незаметно для нас Они приходят рано А в соседнем торговом павильоне фрукты и овощи продает Олна Асын Вартаева Реализуют товары предпринимательницы только летом Зимой возвращаются в родной Шумкент Там Олна Асын вместе с детьми выращивают лук, картофель, капусту и арбуз На рынке Южном работают с 93-го года Раньше в Северный Казахстан торговать приезжала и зимой Сейчас только летом Дети выращивают овощи и фрукты на участке в 9 соток Потом привозят фурами сюда Вот одна с картофелем сегодня прибыла Специалисты лаборатории пришли и проверили качество Только потом дали разрешение на продажу Продукт оказался хорошим Каждый день на оптовый рынок Южный поступает до 25 тонн продукции Для проверки груза в торговом комплексе функционирует собственная лаборатория Теперь подробно о самом процессе Сейчас приехала фура с картофелем И мы будем производить отбор проб для анализа Для того, чтобы правильно отобрать пробы Мы берем по несколько образцов из каждого отдельного мешка или ящика В зависимости от самой продукции Затем отобранный на пробу картофель тщательно промывают После клубни разделяют на несколько частей и измельчают на терке Далее заведующий испытательной лабораторией Роман Туринин Перетирает все в кашицу и отбирает 10 граммов содержимого Сейчас нужно отобрать 50 мл алюмокалиевых квасов Однопроцентный раствор Последним шагом станет то, что жидкость прозрачного цвета Отправят к заранее подготовленному стаканчику с картофелем Несколько минут и результат на приборе Показатель должен быть равен цифре 0,21,11 В случае иного результата здесь исход один В случае обнаружения нарушений по количественному содержанию нитратов продукции Вся партия полностью уничтожается и утилизируется Кстати, эта партия картофеля проверку прошла Продукцию смело можно реализовать покупателям За полгода фитосанитары провели 450 проверок на нитраты Все образцы соответствуют требованиям В ответ ветропавловцы дают свою оценку на товары Мы все время сюда приезжаем Во-первых, здесь дешевле, чем в магазине И овощи свежие, и фрукты Мы все время берем и овощи, и фрукты детям свежие Потому что в магазине все равно они уже полежали В обычном магазине все равно здесь дешевле и качество больше Потому что каждый день товар поступает свежий Так быстро время нашей программы подошло к концу Увидимся ровно через 7 дней Я и мои коллеги расскажем об еще больше интересных новостей До встречи в эфире Субтитры создавал DimaTorzok